Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на девятой кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите в выпуске. Новое всегда лучшее. Торжественная церемония передачи автомобильного и специализированного транспорта учреждением социальной и коммунальной сфер состоялась в региональном правительстве. Ознакомился с работой социальных объектов и деятельностью крупных промышленных объектов. Председатель регионального парламента Роман Бойко побывал в Облучинском районе. Крещение Господнее традиционным купанием в проруби отметили биробиджанцы один из важнейших праздников православия. Они погон не носят, но порядок охраняют. Про трудовые будни служебных собак рассказали студентам сотрудники кинологической службы областного ОМВД. Ключи от специализированной техники в торжественной обстановке вручил водителям губернатор автономии Ростислав Гальштейн. Пожарные автоцистерны, соболи, комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики, бортовые грузовики и передвижные медкомплексы пополнят парки техники ЯО. Это позволит, во-первых, людям нормально работать, во-вторых, это улучшит качество жизни населения, потому что техника, которая у нас была до этого, она пришла в негодность уже лет 10 назад. И огромное спасибо и мои слова благодарности тем водителям, которые до сих пор ее поддерживали в надлежащем состоянии. Торжественная часть сразу перешла в практическую. Ростислав Гальштейн осмотрел все 40 единиц техники. Слова благодарности губернатору выразили представители лесхоза, ГО и ЧС, руководители предприятий дорожного и коммунального хозяйства, в чье ведомство теперь переданы новые машины. Водитель, он в свое свободное время старую технику, как вы говорили, чинит, не отдыхает, а в строю он должен быть и выходит на работу, не отдохнувши. Поэтому спасибо огромное, Ростислав Галстейн. За последние несколько лет это уже четвертое масштабное обновление парка спецтехники, которое станет отличным подспорьем как для районов автономии, так и для областного центра. Это стало возможным благодаря только одному беспрецедентной поддержке федерального центра Юрия Петровича Трутнева. Это центры точек экономического роста, это программа Еврейская автономная область, территория действий. Напомним, что благодаря федеральной поддержке в ЯО уже появились новые пассажирские автобусы, пожарные машины и автомобили скорой медицинской помощи. Вячеслав Пасманик, Павел Славин, Новости 21. Знать о проблемах региона из первых уст. Председатель законодательного собрания ЯО Роман Бойко побывал накануне на ряде объектов Облучинского района. Первым делом он посетил социальные учреждения. Среди них дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов в поселке Биракан. Глава парламента побеседовал с руководством заведения, отметил положительные изменения, укомплектованность штата и приобретение необходимого оборудования на выделяемые правительством автономии средства. Так в учреждении появились четыре современные реабилитационные кровати для подопечных. Везде есть положительная динамика. Что касается школ, отремонтированы спортзалы, в двуречи закрыт теплый контур, поставлены пластиковые окна, очень тепло в школе. Отремонтированы несколько классов по точкам роста, видели новую оргтехнику, компьютеры, ноутбуки. Планируется строительство новой амбулатории в поселке Биракан, земля уже подготовлена. Также глава регионального парламента посетил в Биракане компанию по обработке древесины ВТК «Инвест». Побывал в цехах, посмотрел работу линии деревообработки, поговорил с руководителями и работниками, отметив перспективность деятельности предприятия и достойный уровень обеспеченности его специалистов. ВТК «Инвест» – это новое предприятие, которое работает на территории области в рамках торов, так называемых. Это уже переработка, идет глубокая древесина, то есть не пиление кругляка и вывоз его, а это уже окончательный полный цикл переработки. Предприятие только начинает развиваться, у них тоже большие планы по открытию и дополнительных цехов, которые будут заниматься сготовлением билетов. Чем интересно это для области? Это, конечно же, рабочие места. Поговорил с рабочими, очень неплохие зарплаты. Посетил председатели поселок Известковый. Здесь он встретился с руководителями местной администрации, вручил благодарственные письма областного парламента, начальнику организационно-правового отдела, также председателю Известковского отделения Всероссийского общества инвалидов. На Кимкано-Сутарском ГОКе Роман Бойко познакомился с полным циклом обработки железорудного концентрата. В ходе экскурсии он получил исчерпывающую информацию о деятельности предприятия и его перспективах. Ольга Киселева, Денис Листюхин, Новости 21. Крещение Господне отмечают православные христиане ежегодно 19 января. В этот день во всех храмах проходит чин великого освящения воды, который в Биробиджане провел архиепископ Биробиджанский Кульдурский Владыка Ефрем, после чего прихожане смогли набрать и испить благословленной воды. Сегодня церковь призывает в молитвах своих божественную силу для того, чтобы сохранялось все водное естество, чтобы вода животворила, давала силу, крепость. И вдвойне ценно то, что мы можем призвать божественную благодать на освящение воды. Также в этот день традиционно проходит освящение Иордани на реке Бера, где все желающие также могли запастись водой. Однако в этом году в организацию крещенского городка внесены изменения. Если место для Иордани, где христиане набирают воду, осталось неизменным, в районе городской набережной напротив здания правительства ЯО, то водкупель пришлось перенести. Сделали это из-за того, что вблизи места, где обычно располагалась прорубь, продолжаются ремонтные работы дюкера. И организация купели на старом месте не отвечала условиям безопасности. В этом году она находится на Невском заливе. Праздник крещения, который у нас традиционно проходил в одном месте, в этом году у нас происходит в двух местах. Для проведения праздника крещения, мэрия города, специалисты всех служб, надзорных ведомств сделали все возможное, чтобы этот праздник состоялся. Как мы сейчас видим, все обустроено, люди идут. Между тем, смена места не повлияла на желание горожан продолжить крещенскую традицию и нырнуть в прорубь. После освящения купеля тут же появились желающие испытать себя на прочность, опустившись в ледяную воду. Разницы я не вижу в том, что вода освещенная, ее осветили и как бы с Богом все, с Божьей помощью. После купания участников ожидали горячий чай и теплые палатки, которые подготовили военнослужащие Биробиджанского гарнизона. Безопасность купающихся и прихожан обеспечивали сотрудники МЧС, МВД, скорой помощи и других экстренных служб. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Они погон не носят, но порядок охраняют. Про трудовые будни служебных собак рассказали сотрудники кинологической службы областного МВД. Из первых уст студенты политехнического техникума узнали о тонкостях работы с питомцами. 18 собак у нас имеется в наличии, сейчас в наличии 15 служебных собак. В основном порода немецкая овчарка, есть лабрадор, спаниель и бельгийская овчарка. На проведенной в рамках акции студенческий десант экскурсии полицейские показали, как друзья человека исполняют команды. Самой молодой собаке Ждане два года. Отыскать наркотики ей удалось без труда, а вот самой старшей – семь лет. Ну, здесь я впервые. Конечно, породу собак я не знаю. Ну, знаю только одну немецкую овчарку, но понравились хорошие собаки. Это задание зрелищное и опасное, выполняют трюк только профессионалы. Кинологи показали гостям, как задерживают злоумышленника. У меня очень хорошее впечатление, что мне даже собачку хочется завести. Ну, для ребят это тоже интересно, потому что большишкам армия светит, да. И у меня ученик один был, который здесь тоже закончил школу кинологов, Яснев Андрей. Он сейчас где-то работает, где-то служит, но по профессии, вот именно кинолог. При желании студенты могут связать свою жизнь с работой в полиции. Стражи порядка рассказали молодым людям о поступлении на службу в кинологическое подразделение. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости, 21. Смотрите далее. Ростислав Гольдштейн принял участие в стратегической сессии по обеспечению роста населения Дальнего Востока, которую провел в формате видеоконференции председатель правительства России Михаил Мишустин. Работают с нагрузкой, но без ЧП. Отопительный сезон в Биробиджане проходит без серьезных нареканий к сотрудникам и объектам сферы ЖКХ и энергетики. Ночная хоккейная лига в ЯО. Восемь команд оспаривают право представлять регион на финальном турнире в Сочи. Золушка украсила новогодние праздники в Биробиджане. Свою версию знаменитой сказки представил образцовый театр танца «Аван-сцена». В ресторане «Купидон» скидка 10% на любое ваше торжество. А пойдем, девчонки, в «Купидон», а? Пойдем! Девчонки, заходим! Купидон! Празднуем с нами! Организации требуется автослесарь с водительским удостоверением категории «С». Телефон 8-924-640-7396. Спасибо, что не откладываете на потом и что воплощаете свои мечты. А мы готовы вам в этом помочь с рассрочкой без первого взноса и переплат на 12 месяцев. Только до конца января. Рассрочка 0012 во всех магазинах «Азбука мебели». В медицинском центре «Андромеда» ведет прием взрослых и детей врач-невролог Машняк Татьяна Валерьевна. Телефон 70190. Улица Бершосе, 2-й километр, 17-й. Предприятию ООО «ПМК БВС» требуются машинисты-бульдозера и экскаватора, водитель бензовоза, официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Справки по телефонам 8-42-622-75-6-76 и 8-964-479-28-42. Международный продуктовый дискаунтер «Доброцен» открывает свои двери для жителей Биробиджана. Товары ежедневного спроса по низким ценам ждут вас. Праздничное открытие состоится 28 января. Организации требуются сантехник, плотник. Справки по телефону 8-924-159-50-82. Второй «Наполеон» в Биробиджане. Теперь и на «Пионерской 92». Современные, надежные и безопасные напольные покрытия. Еще больше коллекций, напинок и выгодных цен. Магазины «Наполеон». «Пионерская 92» и «Невская 16А». Покупайте там, где знают все о полах. Территориальный ФОМС ЕАО требуется специалист с высшим экономическим образованием. Обращаться по адресу проспект 60-летие СССР, 24 кабинет, 16 телефон. В Биробиджане 504-60. Новый строительный магазин «Набумагина». Все для ремонта в одном месте. Инструмент, строительные смеси, болты, гайки, краски, кисти, сантехника. Магазин «Строитель». Биробиджан, улица 40 лет Победы, 4, корпус 1. В организацию по деревообработке требуются рабочие различных специальностей. Зарплата при собеседовании. Обращаться по телефону 8-924-647-34-84. Какая же радость! Это ваша ДВ-ареальная рыбка. ДВ-ареал. Любимое блюдо к новогоднему столу. ООО «Аксилиум» оказывает услуги в области бухгалтерского аутсорсинга. Мы предлагаем постановку ведения восстановления бухгалтерского и налогового учета, подготовка и предоставление отчетности в контролирующие органы, подготовка ответов на требования налоговых органов, цифровые решения для бизнеса. Телефон 8-964-476-36-96. Стратегическая сессия по обеспечению роста населения Дальнего Востока прошла в правительстве Российской Федерации под председательством Михаила Мишустина. В регионах ДФО сегодня проживают более 8 миллионов человек. Президент отмечал, что хотя темпы оттока населения здесь сократились, он все же остается. И за три предыдущих года число местных жителей снизилось примерно на 100 тысяч человек. Население беспокоит нехваткой инфраструктуры, развития медицинских образовательных учреждений, возможности для культурного досуга и занятий спортом, транспортная и жилищная доступность. Практически все мероприятия отражены в национальной программе социально-экономического развития Дальнего Востока на ближайшие 13 лет. Она была запущена более года назад по поручению президента, и в текущем году на ее реализацию предусмотрено свыше 100 миллиардов рублей. Глава государства обращал внимание, что основная цель программы обеспечить приток людей в дальневосточные субъекты. А для этого, конечно, требуется создать условия для опережающего роста качества жизни. Президент неоднократно обращал внимание на то, что нужно учитывать стратегические перспективы Дальнего Востока, ставить амбициозные цели. Для их успешной реализации необходимы компетентные, хорошо обученные профессионалы и молодые лидеры, которых предстоит подготовить. Ольга Киселева, Новости 21. Без серьезных происшествий прошла первая половина отопительного сезона в Биробиджане, как сообщили в мэрии областного центра, в декабре коммунальщики оперативно устранили только одну аварию за этот период. Тогда специалисты обнаружили свищ, оставивший без тепла жителей 13 домов. В целом, прекращение подачи тепловой энергии в срок дольше положенного не допущено. Работу ведем ежедневно, можно сказать, ежечасно контролируем ситуацию. Обстановка такая на сегодняшний день, что тепло подается гражданам в соответствии с теми нормами, которые выработаны. Отклонение от графика поставки тепловой энергии не зафиксировано. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. Котельные предприятия, городские тепловые сети и биробиджанской ТЭЦ работают без боев. Это стало возможным благодаря своевременной замене проблемных трасс и проведенному ремонту технологического оборудования. Запаса угля достаточно, поставки твердого топлива идут по графику. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости, 21. Региональный этап турнира ночной хоккейной лиги продолжается в Еврейской автономной области. Соревнования объединили тысячи любителей хоккея по всей России. ЯО участвует в них уже четвертый сезон. В этом году на турнир заявились по четыре команды в дивизионной Лиге надежды и любитель 40+. В этом году, сами видите, игры упорные. Никто не хочет уступать, потому что борьба идет за путевку в Сочи. Помимо того, что хорошие спортивные призы, хоккей медали. Естественно, интересная борьба за рубль. Соревнования проходят в стенах спортивного дворца «Победа». В минувшие выходные на лед стадиона вышли команды «Октан» и «Легион». Нефтяники одержали убедительную победу 10-0. Всегда стараемся настраиваться на игру положительно, побольше позитива. Музыка в раздевалке, побольше слов. Ну и не обходится, конечно, без громких выражений. Но это бывает, как в каждой игре. Исправляем ошибки. В принципе, с «Легионом» играть всегда приятно. Ребята стараются выиграть. Понятно, где-то не получается. Тренируемся, играем дальше. Проходит турнир на протяжении всего хоккейного сезона. Победители станут известны в начале марта. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин. Новости 21. Заключительный показ новогоднего представления «Залушка» состоялся в областном центре. На сцене городского дворца культуры артисты образцового театра танца авансцена воплотили знаменитую историю «Братьев Гримм». Я слышал очень много хороших отзывов, то, что очень хороший спектакль, то, что режиссер-постановщик – профессионал своего дела. Поэтому решил сходить. Событие очень нашумевшее, так скажем, в нашем городе. Именно этот спектакль обсуждают давно, с самых первых дней. И мы кое-как буквально достали билет, потому что который день – аншлаг. Мы с внученькой решили отдохнуть, посмотреть спектакль. Думаем, что он будет прекрасный. Отдохнем среди деток. Потому что интересно посмотреть, поэтому и пришли. Потому что время есть свободное еще. В большом балетном спектакле приняли участие более ста человек. Роли полюбившихся героев исполнили не только танцоры, но и их коллеги из биробиджанских творческих коллективов. Самому старшему артисту 60 лет, а самому младшему – 4,5. Оно очень веселое, зимнее. Прямо… Ну, только переделано по-другому, потому что это «Золушка». Постановщиком выступил член Международного союза хореографов, политмейстер Виталий Тертя. Премьера состоялась 26 декабря. Да, «Золушка» – это первый опыт. И хочу отметить, что очень удачный опыт по отзывам, по словам благодарности, по посещениям спектакля, по большому количеству спектаклей. Многие даже еще не могли попасть и не могут попасть, потому что билеты разлетаются, как пирожки. Пока спектакль стал возможным благодаря помощи коллектива городского дворца культуры. За десятилетнюю историю ансамбля «Аван-сцена» – это первые столь масштабные представления. Нам всем было очень сложно учить. Это было очень много труда, очень много времени, но мы как-то справились. Вся работа заняла пять месяцев. Со сцены артисты удивили новыми костюмами и декорациями, которые создавали праздничное настроение у зрителей. Переодеваться тоже сложно, ходить в костюмах некоторых. Ты всех толкаешь, всякое такое делаешь. После показа коллектив решил сосредоточиться на репетициях, чтобы достойно представить регион на мероприятиях разных уровней. Несколько выездных конкурсов. Это город Хабаровск, город Благовещенск, город Владивосток, организация фестиваля детского танца в городе Биробиджан. Также у нас на повестке дня организация детского лагеря танцевального. Показ «Золушки» в этом сезоне стал финальным, но у коллектива есть планы и дальше радовать своими постановками жителей и гостей города Биробиджана. Алена Шот, Алина Плечко, Денис Листюхин. Новости, 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Соцпакет. Обращаться с 16 до 17 часов. Пионерская 62. Корпус 3 и П. Окунь. Фирма «Спринт» осуществляет ремонт смартфонов, планшетов, ноутбуков, ремонт и модернизацию компьютеров. Скупаем неисправные телефоны, планшеты, ноутбуки. Заправка картриджей. Струйная от 50 рублей. Лазерная от 300. Каждая шестая заправка бесплатна. «Спринт». Новый компьютер. Улица Шелом-Алейхима. 37. Телефон. 2-39-69. Дедушка, мальчик Ваня из Биробиджана хочет сочное манго. А девочка Оливия из жаркой Африки захотела свежей голубики. Что нам делать? Внучка, это исполнить легко. Нужно нам просто отправиться в зеленую лавку. Там все есть. Ну вот, внучка, и пришли мы в зеленую лавку. Смотри, сколько всего здесь, а? Диву даешься. Как прекрасно-то в тереметом. Пойдем подарки-то искать. Ну вот, внученька, и нашли мы тут и черника. Кого-нибудь удивит, да? В Африке или в Австралии солнечной. И клубника здесь есть, и голубика. Посмотри, виноград какой. А фрукты заморские из Вьетнама. Драконий глаз. Видела когда-нибудь такое? Вот и я не видел, внученька. Манго. Манго. Прилетит кому-нибудь в подарки в Россию. А посмотри еще это. Какой самый новогодний фрукт-то на столе? Мандарин! Мандарины, ты посмотри, какие они здесь. Здесь и ЮАР, и Чили, и Турция. Какие хочешь, выбирай мандарины себе. Вот, Снегурочка, что еще подарить детишкам можно? Здесь и рахат-лукум в зеленой лавке есть, и чурчхела, и пастила, и фрукты сушеные, и соки вкусные. А уж орехов-то, видимо-невидимо. Снегурочка, а что на новогодний стол поставим мы? Что же, дедушка? Салаты из овощей свежих. Здесь и огурцы в зеленой лавке, и помидорчики, смотри, какие. А если блюдо ароматнее сделать нужно, специи здесь, смотри, море целое. А что еще важно в новом году, внученька? Я не знаю, дедушка. Витамины. Смотри, здесь и гранаты красивые, красавцы какие. И яблок-то сколько сортов, груши. Что хочешь, выбирай в зеленой лавке. Ну что, дедушка, хватит детишкам подарков? Конечно, внучка, всем в этом году подарков хватит. А все благодаря... Зеленой лавке! С Новым Годом! Какая же радость! Это ваша ДВ Ареальная рыбка. ДВ Ареал. Любимое блюдо к новогоднему столу. В кафе требуется повар, бармен, официант. Обращаться по телефону 8-924-159-59-99. Широкие, узкие, светлые и темные, стильные обои в Наполеоне. Делаете ремонт? Хотите обновить интерьер? Это к нам. Наполеон. Обои. Пионерская, 92. Организации для работы в сфере строительства требуется главный бухгалтер по работе с НДС и водитель с опытом работы на манипуляторе 5 тонн. Зарплата достойная. Телефон 8-39-175-55-53. База строительных материалов на Школьной 11. Все виды утеплителей. Пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. Какая же радость. Это ваша ДВ-ареальная рыбка. ДВ-ареал. Любимое блюдо к новогоднему столу. В Почту России на постоянную работу требуются операторы связи, почтальоны, водители, сортировщики. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, стабильная заработная плата. Обращаться в отдел кадров Почты России, проспект 60-летие СССР, дом 16, телефон 2-27-48-8964-476-1043. Наш инстаграм – reabir.ru. Реамаркет. Актуальная и полезная информация. Телефон 7-10-65. На предприятие ООО «Дорожное строительство» на постоянную работу требуется машинист автогрейдера, водитель погрузчика, тракторист, токарь, автоэлектрик. Обращаться по адресу. Улица Волочаевская, 41. Телефон 4-52-55. АО «Теплоозерский цементный завод» примет на работу водителя автобуса «ПАС-3205». Заработная плата от 38 до 48 тысяч рублей. Водителя автосамосвала от 46 до 57 тысяч рублей. Водителя погрузчика от 46 до 58 тысяч рублей. Бесплатное проживание иногородним. Телефон 8-924-644-67-80. Требуется водитель категории С, Е на полуприцеп «Вольво». Официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата при собеседовании. Телефон 8-924-645-36-81. На предприятие ООО «Ветли-Восток» в связи с расширением требуется технолог пищевого производства. Зарплата от 40 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, соцпакет. Резюме направлять на электронную почту ветли-2012-собакаяндекс.ру. Телефон 8-964-827-17-14. Готовь сани летом, а отдых в Приморье уже сейчас. Не упусти свой шанс забронировать проживание в благоустроенных домиках. Действует новогодняя скидка 10% до конца января. Поселок Волчинец, улица Шоссейная, 19В. Телефон 8-914-716-46-46.